Лукашенко, Путин и танцы. Фальшивые пришельцы и дикая история из Витебска. Витаем, щабры! Это наша Нива и главные новины 15 вероятеля. У Сочи сегодня началище перемога Лукашенко и Путина. Лукашенко замиловал сейчас встречей Путина и Кимчанына, и выказал ожидания, так само не их посупрацовничать с полночной Кореей. А после снова рассказал, как его спробовали нахилить и что с этого вышло. Вы правы, пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались даже неожиданно. Я знаю для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко победнели, а беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Путин же отказал не Лукашенко, а дяж Сократарузы Шаблинкину. То есть сказал, что перомовы помеж Украиной и Россией немогчимая, просто неготовность до их России. А для танка потребное двое, сказал Тады Блинкин. Теперь Путин выросшел так само поразважать про танцы. Когда что, танец барыня, про який сказал Путин. Это вот это. Протягиваю че тему. Скажи мне, кто твой сябар, и я скажу, кто ты. У Беларуси открывается новое Генеральное консульство замежной краины. Говорка и депро Мьянму. Гэта дяжержава у Пауднёба Усходней Азии, ранее вадомая под назвой Бирма. У 21-м годзе у Мьянме отбывща пероворот. Уладу захапила военная хунта, якая проиграла выборы. Пройшли массовые протесты супрэчхунты, и они жорстко разгонялися войсковцами. Затым пачались репрессии супрэчнязгодных. У вынику загинуло некальки тысяч человек. Тяпер министр замежных справ Мьянмы приехал у Минск, каб урочисто открыть там консульство своей краины. Вот такие сябры у сучасной Беларуси. Только учора мы рассказывали про мумии пришельцев, які принёс у Мексиканский парламент журналісты у Фоллах. А щоння выбухну скандал. Бо гэтае мумии, по словах у Фоллаха, были знодзінае у Перу. Цяпер перуанскія улады абурыліща і навад завялі крымінальну справу. Па іх словах, мумии гэта ніякі не пришельцы. Мексіканский у Фоллах клявся, што аналізы паказываюць адрозненій у гінатышным кодзі чалавека і тых мумій. Але перуанскія Міністерства культуры кажа, што іх в учёныя расшуча абвергаюць версій пра іншопланетнае паходжаня. Простей кажучи, гэтых пришельців зрабілі з чалавечых парэштків і костак. Цяпер навад завіли крыміналку за незаконный вываз парэштків. Польські помєжнікі протягуюць кардіця на великую колькость мігрантів, які спробуюць трапить у Європу з Білорусі. Помєжная служба Польщі навад виклала вида, як поводять себе мігранты, які ідуць уздош білорусско-польській мяжі. Польщі! Польщі! Болон! Хлопець приїхав у гості до Щабра і ледь вижив. Отбілося, що в Вітебску я ще улютым, але підрабязності стали вядомі толькі тепер. Хлопець приїхав до знайомого. Як звичайно, випівали, причим разом з немаладым батькам Щабра. У нійкі момант, той батька почав прад'являць гостю п'яные претензії, а пасля ад слов перешоў до дзеяніў. Мушына узяв щакеру і абухом удары ў гостя па голове некалькі разоў. Хлопець заставча ў свядомысті. Йон выпалз на двор і спробаваў паклікать да памогу. Але тады агрессор вярнуўся ўжо з рыдлёвкаў у руках. Йон знов удары ў гостя па голове. Йонак отрымаў тяжкіе травмы головы, але змог выратвацца і выбрацца на булицу. Там мінаки выкликалі докторуў і міліцю. Хлопец выжыў, але на ўсё жыцё заставча інвалідам. Нападніка затрымалі і судзілі. Вырак 12 гадоў колоній і прымусовыя лячэння ад алкогалізма. Дікая історія зрыджыцы. Мясовая сямейная пара даўно развялась, але ж былые сужэнцы засталіся жыць ў адным доме. І вось 12 гадоўчня яны пасварыліся, прычым мушчына ўжо зраніцца был п'яны. Йон прырывнаваў былую жонку і ў выніку скапіў канистру з бінзіном, абліў жанчыну і падпаліў яе. Пасля сам пазваніў ратовальнікам, а затым збех і схаваўся ў гаражи знайомага. Абгарэлая жанчына змагла даўсті да ся броўкі, тая выкликала худкую. Патярпелую забрали ў бальніцу, ў яе 60% апёкаў тела. Мушчыну затрымали, ён рассказаў, што был настолькі п'яны, што памятая як хацеў нешта падпаліць, але што менавіта паліў, мауляў, не памятая. Тяпер ён знаходзіцца падвартай, на яго завялі крымінальну справу. Ажыхарка Слуцка просіць Лукашэнку вярнуў дзяцей, і ситуація вельмі складаная. Случанка засталася адна с п'ячу дзецьмі ад двух шлюмов. У сакавіку, пакуль жанчына была на праце, ёй восьмігадовая дачка вырашыла парадаваць маці і памыць в окны. Дзяця вышла на падваконне на дзявятым паверсі. Гэта зауважалі сусіді і выкликалі милицу, і справа закрутілася. Увы, ніку дзяцей ў жанчыны забрали. Цяпер ёна спрабуе вярнуць іх любымі спосабамі. Яна ізвертаецца с просьбамі абдапамозі да Лукашэнкі і записывая відео ў тыктоку, які избірают сотні тысіш праглядав. Праўда, пакуй, што, безвынякова. Усе падрабязнаці не просты гісторы, чытайте на нашым сайте нашыниваком. Спасылка ў першым камінтары пад гэтым відео. Замужня гамельчанка пазнаёмілася ў садсетках з британскім докторам. Але замісткаха ў отрымала вялікія праблемы. Я ізвертацца расказаў кранальну ў історыю. Мауляу, ёгу жёнка і дзяти загінулі ў аварай, і тяпер ён працюе ўрачом ў афраканскім Самалі. Хацеў бы з'ездець ў родны Лондон, апашля і ў Беларузі да новай знаёмай. Але вось бада. Не хапая грошей. Чулівая беларускав вырышыла да помахчы. Отдала бедному британскому доктору все семейные накопления и еще набрала кредиту. Агулам женщина перевела 60 тысяч рублей. После сникли и гроши, и каханы. Как отреаговал муж Гамильчанки на такое спустошальное кахание, не поведомляется. Белоги силовика посадили на великий термин. Кирилла Гнездила служил операм в Минской милиции. В днём 2020-го он взволнился и перешел в IT. В 2022 году перебрался в Польшу, а этой зимою Гнездилов вернулся в Беларусь, как наведать женку и малое дитя, але просто на мяжи его затрымали. Завели криминалку, обвинувавши экс-милициантов узливой информации в «Чорную книгу Беларуси». Теперь же Гнездилова осудили, и вырак жорсткий. В 8 годах колонии, усмоцненного режима и позбавление капитанского звания. А у Борисови затрымали гвалтовника аж празд 23 года после злочинства. Еще в 2000-м году некий мужчина сгвалтил 14-годовую девчонку, и после збег. Тогда его отшукать не смогли, а лишь эксперты отрымали генатып злочинцы. И только теперь человек взяли у пожилого Борисовчанина биологичные узоры, и они супали с данными гвалтовника. Увы, некую мужчину затрымали, а маль, что празд 400 года. Его ждет криминалка и суд. Старейший сын Лукашенки супрыц забаронов. Але говорка, правда, иди про спорт. Виктор Лукашенко керуя беларуским олимпийским комитетом. И теперь он заговорил про удел беларуских спартовцев на Олимпиаде 24 года у Парижа. По словах Виктора Лукашенки, запрошение беларусам, покуль никто не досылал. Ну, это и не дивно, бо рыжим его батьки – соудельник войны. Иснует мягчимость, что беларуским спортсменам могут позволить удельничать угольных индивидуально, в нейтральном статусе. И тут Виктор Лукашенко запевнил, что беларуские чиновники не будут заборонять спортсменам удельничать в таком статусе. Моглял, хай атлеты выращают сами. Аж двух чиновников покарали за хабар. Директора Добрушского фарфорового завода Винокурова затрымал губазик. Яму ставить вину наступное. За своечасовую отгрузку товара директор брал гроши, при чем за ними отправлял своего брата. Увы, няку обо два брата теперь под вартой. Им погрожает аж 15 годов колонии. Цекало, что, кроме керавництва предприемством, вина курил еще и мясовый депутат, а так само делегат на Лукашенковский учебеларусский народный сход. А былы старшиня Хойницкого райвыконкама Михаил Куксняков так само трапився на хабары. Але раней. Теперь ягу судили. Вырак 6 годов колонии, узмоцененного режиму и штраф у 11 тысяч рублей. Новины дажынкового мастацтла. У Минской области выбрали переможцу конкурса соломяных вырамов. Як поведомляется, у дельников было аж 60-кал. А чемпионом стала смолявицкая птушка-фабрика. Звось таким шедевром. Вот такие новины пятницы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте свои зауваги в комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Добрых выходных! Субтитры создавал DimaTorzok